Приветствую, друзья! Сегодня я решил поделиться опытом, личным опытом, и дать вам рекомендации по поводу того, как пополнить домашнюю аптечку очень важными и нужными штуками, не выходя из дома, с помощью интернет-магазина iHerb. Хочу обратить внимание на то, что многие из вас воспринимают iHerb, а ведь его же практически все знают, что iHerb один из самых известных магазинов, так вот, его многие воспринимают исключительно как магазин, который продает биодобавки к пище, витамины, ну иногда там спортивное питание, тем не менее, там есть ряд очень ценных позиций, именно, подчеркиваю, для формирования домашней аптечки, я лично этим пользуюсь и уверен, многое из этого вам пригодится. Итак, я решил быть предельно честным, я выбрал 17 позиций, заказал их, что мне понравилось, ровно через 2 часа я получил на почту сообщение о том, что все это отправлено, это происходило 2 недели назад, и через 8 дней у меня на почте в центре Украины уже была вот эта коробка. Итак, вот такая коробка, сейчас я достану содержимое, и потом будем с ним разбираться. Коробка возвращается на место, так, ты тоже иди, чтобы не мешал, теперь я отсортирую, тут у меня есть 4 группы позиций. Так, рассортировали, ну что, давайте начнем. Итак, одна из моих любимых позиций, лекарственные средства, о которых мы с вами говорили чуть ли не чаще всего, солевые растворы для увлажнения, для ухода за слизистой оболочкой носа. Мы сейчас даже не будем делать акцент на том, когда их применять, в каком количестве. Сейчас для нас главное понимание того, что у вас есть возможность эти продукты купить в интернет-магазине iHerb. Вот, в частности, солевой раствор для взрослых. Не менее крутой солевой раствор для детей. Ну и моя любимая позиция, это очень необычный продукт, с моей точки зрения, но очень-очень ценный. Смотрите, вот в этом пакете 100, 100 маленьких пакетиков, где находится определенное количество соли. Вот этот пакетик разводится на 240 миллилитров воды, и у вас получается раствор для увлажнения и обработки промывания слизистой оболочки носа, который можно в любой флакончик подобный залить и использовать. Также вы должны знать, что растворы для промывания слизистой оболочки носа бывают изотонические, ну когда просто сопли. И гипертонические, когда отек слизистой оболочки носа, вот если на 240 миллилитров использовать не один пакетик, а два пакетика, у вас получается гипертонический раствор. Так, с этим разобрались. Другая группа препаратов, препараты для наружного действия. Прежде всего, обращаю внимание на такую ценнейшую позицию, это лекарство однозначно должно быть в каждом доме, это гидрокортизоновая мазь. Однопроцентная гидрокортизоновая мазь. Я покажу вам две позиции, вот раз и вот два. В принципе, они одинаковые, на одной из них указано, что препарат водостойкий, но с моей точки зрения это не принципиально. Я пользовался и тем, и другим, разницы в эффекте не вижу, в цене небольшая разница есть, но еще раз обращаю внимание, гидрокортизоновая мазь, зуд кожи, аллергическая сыпь, укусы насекомых, обязательно надо, чтобы в доме было. Также обращаю внимание на вот такой препарат, это бенадрил. Мало кто вообще ожидал увидеть этот препарат на Айхербе. Бенадрил это дифенгидромин. Это жуткое слово, мало кто слышал в нашей стране, но многие знают такое знаменитое лекарство, как димедрол. Да, вот тут древний антигистаминный препарат первого поколения. Так вот это средство прекрасно снимает зуд, фактически это димедрол местного действия. Зуд кожи при любом состоянии, даже при ветрянке, укусы насекомых, очень крутая штука, показываю, рекомендую. Вот, бенадрил. То есть, если однопроцентная гидрокортизоновая мазь, кому-то может быть страшно, что это гормональная, хотя это не оказывает системного действия из кожи, практически не всасывается, то это негормональная. Ну, еще два момента. Препараты, которые используются для обработки ран. Вот этот раствор на основе серебра, любые мелкие порезы, царапины, занозу извлекли, хорошо помыли руки, после этого наносим вот этот раствор, что классно он выглядит, это гель, который совершенно не печет, дети хорошо на это реагируют. Вот любая царапина, еще раз говорю, хорошо промыли, высушили и нанесли. А вот это, ну, прямо удивительная, опять-таки, для Эхерба вещь, неоспорин, здесь обращаю еще раз внимание, три антибиотика местного действия, используется для нанесения на кожу, когда есть ожоговая рана, укушенная рана. Поэтому, если в доме есть какой-то грызун или какая-то собака, от которой есть риск потенциальных укусов, обязательно надо, чтобы это было. Еще одна позиция, достаточно элементарная, но нужная в каждом доме, лейкопластырь. Ну, вот, казалось бы, обычный пластырь, за небольшие деньги, огромное количество, раз. Что для меня важно в любом пластыре? Водостойкий, действительно круто держится, очень легко раскрывается. Дальше, края, круглые края, что тоже очень важно. И варианты по пластырю. Значит, на что хочу обратить ваше внимание? Смотрите, вот эта серия вообще из моей любимой. Здесь пластырь, он сделан на основе ткани из бамбука. Посмотрите, сейчас вам его покажу. Вот он удобно открывается. И что еще очень важно, подушечки пропитаны алоэ вера. Очень круто держится, очень классная штука. И что еще, как бы, уникальная, как все, как бы, хвастается производитель особенностей этого пластыря. Он полностью биоразлагаемый. И есть, как бы, вот в таком виде, но я обязательно держу в доме и вот такое. Вот, то есть, вот такие вот подушечки, которые большего размера. И тоже они, соответственно, вот, посмотрите, как раскрываются. Очень удобная штука. Ну и вишенка на тортике тема лейкопластыря. Вот такие вот аптечки для детей. Куда можно всякое разное положить. Но, собственно, для девочек аптечка, для мальчиков аптечка. И там внутри, соответственно, вот всякие... Сейчас я покажу, что там внутри. Там практически ничего нет, но оно и стоит, правда, копейки. Но коробочка уж больно хороша. Значит, здесь внутри дезинфицирующая салфетка. Пластырь и марлевая салфетка. Протереть там рану, смочить рану дезинфицирующим раствором. Вот такое все. Но главное, что у ребенка это есть. Сюда можно положить необходимые там лекарства, которые надо, которые мама считает необходимым. И вот эту коробочку положить в портфель. Пусть будет с собой. Или в рюкзак, когда пошли в поход. То есть, у ребенка есть своя персональная аптечка. Так, и последнее, о чем хочу сегодня рассказать. Эта позиция в огромном количестве представлена на Айхербе. Это такая штука, как активированный уголь. Значит, из того, что я хочу вам показать. Собственно, вот у меня четыре позиции. Основная масса всех активированных углей делается, ну, те, которые есть на Айхербе, делаются из кокосовой скорлупы. Вот эти три, например, позиции из кокосовой скорлупы. Это капсулы. Это тоже капсулы. Чуть поменьше. Это, что интересно, не капсулы, а порошок. Порошок. Ну, кто не может капсулу проглотить? Ну, здесь достаточно много по количеству. Ну, и что важно, вот эти три позиции делаются из кокосовой скорлупы, а вот здесь это используются травы. Ну, опять-таки, вот они тоже капсулы. Вот такие вот. Вот уголь из трав. Собственно говоря, это вот то, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Теперь прошу вас, друзья мои. У меня вообще большие планы на этот интернет-магазин. Там очень много позиций, о которых стоит поговорить. И средства ухода за детьми, и витамины, и солнцезащита, и средства от насекомых. Огромное количество всякого разного. О чем я вас прошу? Первое. Если у вас есть личный опыт посещения магазина Айхерб, покупки чего-то, пишите, опять-таки, об этом в комментариях. Если вам понадобятся или будут использованы вами мои рекомендации, что-то из того, что вы сейчас увидели, вы используете, напишите об этом в комментариях. Если вы хотите обсудить со мной что-то из того, что продается в этом магазине, какую-то группу продуктов, пишите об этом, мы обязательно это сделаем. Обязательно делитесь этим видео. Не ленитесь, ставьте лайки, комментируйте. И еще, каждому, кто зайдет в интернет-магазин Айхерб и при покупке товара введет промокод КОМАР, будет вам счастье и скидка. И еще, прям под этим видео, будет ссылка на интернет-магазин Айхерб. Всем пока и делайте правильные выводы. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...